Он легенда советского кинематографа, а еще любимец миллионов зрителей. Если он принимал участие в фильме, то фильм непременно имел успех. Марина Ладынина называла его Человек-Солнце. Там, где он появлялся, все освещалось лучами доброты. Николай Крючков имел также славу Лавеласа и Сердцееда. Он четыре раза женился. Первую жену встретил на съемках фильма «Трактористы». У них родился сын, но потом на съемках «Небесного тихохода» он встретил свою вторую любовь. Закрутился роман, который привел к браку. Родился сын, отношения с которым были не очень простыми. Но жена не отличалась верностью. Она ушла к актеру Михаилу Ульянову. Третья супруга, известная лыжница, погибла под колесами авто и умерла прямо на руках Николая Крючкова. Это была трагедия. Актер долго выходил из депрессии. И только четвертый семейный союз оказался самым крепким. Избранница Николая Крючкова была моложе на 20 лет. Приемную дочь супруги он принял как родную. И у актера сложились самые теплые отношения. А вот скромными сыновьями контакт был утерян. Зато после смерти актера наследницы до сих пор не могут поделить оставшееся от него имущество. Но все по порядку. Будущая легенда кинематографа Николай Крючков родился в Москве в 1910 году в самой обычной, далекой от творчества семье. Отец работал грузчиком, а мать – ткачихой. Но при этом душа Николая тянулась к прекрасному. Хотя уже с 9 лет будущему актеру приходилось работать на мануфактурной фабрике, где также трудились его родители. Отец рано ушел из жизни, так как его здоровье было подорвано тяжелым трудом. А в 14 наш герой пошел учиться на гравера-накатчика при трехгорной мануфактуре и стал активно участвовать в художественной самодеятельности. Играл на баяне, пел задорные песни и даже отбивал чечетку. Начальство отметило выдающиеся артистические способности Коли и посоветовало поступить в школу-студию актерского мастерства при Театре рабочей молодежи. Это был 1928 год, и некоторое время он честно совмещал работу и игру на театральной сцене. Но уже скоро ему самому стало понятно, что стоит уверенно идти актерской стезей и не сворачивать. А крайно именно так назывался первый фильм, в котором снялся Николай Крючков. Вмешался его величество случай. В 1930 году репетицию труппы Московского театра рабочей молодежи посетил режиссер Борис Барнетт. Из всех актеров он выделил только Крючкова и пригласил в свой фильм, который был очень тепло принят зрителям. А начинающий актер сразу же запомнился. Еще бы, лучезарная улыбка, искрящийся взгляд, голос хрипотцой, масса харизмы и темперамента. А потом была роль жизнерадостного моряка Алешки у того же режиссера Бориса Барнетта в фильме «У самого синего моря». Был и еще ряд картин, в которых снялся наш герой, но 1939 год стал судьбоносным как в творческой, так и в личной жизни актера. Иван Пырьев снял ленту под названием «Трактористы», где Николай Крючков исполнил одну из главных ролей, а Марина Ладынина, Петр Олейников, Борис Андреев стали всенародными любимцами. И с этого момента Крючков стал сниматься еще больше. О похождениях трех товарищей складывали целые легенды. Как они ночевали в витрине мебельного магазина, как Андреев пил в милиции чернила, а Крючков выпил на спор 10 стопок подряд. А песни «Три танкиста, здравствуй, милая моя» и «Броня крепка, а танки наши быстры» с удовольствием пела вся страна. Но как началась война, Крючков активно попросился на фронт, но ему было отказано. И отказ пояснялся тем, что таким талантливым людям, как он, стоит работать на благо искусства. Так он принесет благо не меньше, чем пойдет на фронт. И несмотря на тяжелое время, кинокарьера нашего героя пошла в гору. Он снялся в ряде интересных картин в трудных сороковых. Одна из самых лучших – «Небесный тихоход». Этот фильм также стал судьбоносным, потому как Крючков снова встретил свою судьбу. Но об этом чуть позже. Также интересной была работа в фильме «Свинарка и пастух». Кстати, Крючков говорил, что сам Сталин грозился сослать его в Сибирь. Говорил, что роль шалопая портит прежние образы. Но Крючков сказал, что Сибири не боится. Через время Сталин извинился. 50-е. И снова ряд выдающихся картин о жизни простых людей, их судьбах, переживаниях, любви, поисках правды, истины. И в эти годы выходят картины «Щедрое лето», «Огни Баку», «Спортивная честь», «Садко», «Тревожная молодость», «Дело Румянцева», «Сорок первый», «Удивительное воскресенье» и многие другие. 60-е. И опять у Николая Крючкова много ролей. Его наперебой зовут сниматься режиссеры. Хорошие, добрые фильмы, которые радуют глаза и греют душу зрителям. В эти годы вышли картины «Годы девичьи», «Гусарская баллада», «День счастья», «Женитьба Бальзаминова», «Дядюшкин сон», «Служили два товарища», «Морской характер», «Большие перегоны», «Капроновая сеть». Фильм, который стал снова судьбоносным, так как на съемочной площадке Крючков опять знакомится со своей будущей женой. 70-е. Ролей немного поубавилось. Николаю Крючкову перевалило за 60. Он исполняет уже более возрастные персонажи, но с удовольствием берется за каждую роль, считая каждую свою роль главной, даже если она эпизодическая. В эти годы вышли фильмы «Горожане», «Когда наступает сентябрь», «Бархатный сезон», «Осенний марафон» и другие. 80-е. Для Крючкова выдались не такими уж плохими. Он снялся в ряде картин, которые очень полюбили зрителю. «Цыганское счастье», «Без году недели», «Дамское танго», «Особо важное задание» и в других. Но в следующем десятилетии снялся только в двух картинах. Надо заметить, что еще на заре своей творческой карьеры Крючков сам исполнял все трюки. Он почти никогда не прибегал к помощи дублеров. Коротко о своей работе он говорил так. Ломал руки и ноги 12 раз. Обжигал глаза, потерял зубы, заработал ревматизм. Личная жизнь Николая Крючкова была тоже очень насыщенная. Уж так вышло, что он четыре раза женился. И попутно ему приписывали массу любовных романов. На съемках фильма «Трактористы» Крючков познакомился с юной студенткой Гитиса Марией Пастуховой. Они полюбили друг друга. И после окончания работы над картиной сразу же поженились. Как раз в это время Крючкову дали комнату в коммуналке, куда он и привел жену. У них родился сын Борис, но брак оказался скоротечным. Постоянная занятость актера, разъезды только пагубно сказались на их отношениях. К тому же появилась другая, которая увела Крючкову из семьи. Алла Парфаньяк. Та, кто не только разделила съемочную площадку фильма «Небесный тихоход», но и разделила ближайшие 10 лет семейной жизни. Мария Пастухова оставила мужа, когда узнала об измене. Актер не привык говорить плохо о тех женщинах, которые сделали его счастливыми. Даже если это было на короткое время. Но брак с красавицей Аллой Парфаньяк не был удачным. Она родила сына Николая, с которым впоследствии у обоих родителей сложились плохие отношения. Повзрослев, он объявил себя диссидентом и просил политического убежища в США. Несколько раз был в психиатрической больнице и во всех грехах всеприлюдно винил родителей. Но на самом деле это другая история. Поговаривали, что Николай Крючков однажды, вернувшись из киноэкспедиции раньше срока, застал дома жену с любовником, с известным актером. Поэтому, когда он возвращался со съемок, Тони спешил домой, а селился в гостинице. В итоге Алла Парфаньяк ушла к Михаилу Ульянову, а Крючков довольно надолго впал в депрессию. Однако после расставания со второй женой актера ждало куда более страшное испытание. Наш герой познакомился с известной лыжницей Зоей Качановской. Их история любви была невероятно нежной и красивой. Уже скоро пара поженилась, но в браке им суждено было прожить всего-навсего три месяца. Их разлучила трагедия. Зою Качановской сбила машину с военными номерами, когда она переходила дорогу, а муж ждал ее в авто, припаркованном недалеко. Все это было на его глазах, и жена умерла у него прямо на руках. После смерти супруги Николай Крючков пал в еще более глубокую депрессию. Его друзья не на шутку обеспокоились за его здоровье в тот период. Но потом были съемки фильма «Капроновые сети». Это был 1962 год. Снимали в Каневе. С началом съемок Крючков почувствовал себя плохо и несколько дней болел, находясь в гостинице. Одна из помощниц режиссера Лидия каждое утро интересовалась его самочувствием. Разница возраста между ними составляла 20 лет. Николаю Афанасьевичу на тот момент было уже за 50. Не сразу у них случился роман. Актер долго присматривался к молодой женщине. Но постепенно между ними возникло доверие, а потом и симпатия. Они стали мужем и женой. 32 года семейной жизни связали Николая и Лидию. Вместе они прошли через многое. Через счастье и горе. Дело в том, что здоровье актера не отличалось крепостью. Николай Крючков очень много работал на протяжении жизни. Много курил и, чего ж греха таить, любил выпить. Николай Афанасьевич был способен на романтические поступки. Он баловал свою молодую жену и красавицу-дочку Эльвиру. Например, он считал, что его жена на рынок туда и обратно должна ехать не на троллейбусе, а только на машине. А если не хватает времени справиться с домашними делами, стоит нанять того, кто поможет. За несколько лет до своего ухода Николай Крючков вдруг спросил у супруги, выйдет ли она замуж, когда его не станет. Она ответила, что нет. Так и случилось. Николай Афанасьевич ушел из жизни в 1994 году. У него была обнаружена онкология гортани, а наследники еще долго не могли поделить наследство великого актера. Но это уже другая история. Субтитры создавал DimaTorzok